А на Дальнем Востоке, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, престольный праздник отметил Георгиевский храм поселка Дунай. Божественную литургию в селении, входящем в территориальное образование города Фокина, который является в свою очередь базой Тихоокеанского флота, возглавил епископ Находкинский и Преображенский Николай. Помимо прихожан, жителей поселка, в праздничном богослужении приняли участие офицеры военно-морских частей поселка Дунай, представитель общественной организации ветеранов Тихоокеанского флота и администрации закрытого территориального образования Фокина. После богослужения состоялся праздничный молебен святому Георгию. Затем был совершен крестный ход вокруг храма, сопровождаемый пением и колокольным звоном. После чего правящий архиерей находкинской епархии поздравил жителей с Днем Небесного Покровителя поселка Дунай. Чтобы мы без боязни наступали на всю силу вражи, на которую Георгий в свое время не боялся наступить и не побоялся царского указа. И поступил так, как поступает по совести, как поступает христианин. Отдал свою жизнь ради Христа, ради ближнего, ради того, чтобы показать и нам пример, как и мы должны поступать в этой жизни. Сегодня Георгиевский храм в поселке Дунай – центр возрождения православия на Приморской земле, а также традиция русской армии и флота, которые испокон веков являются защитниками веры. Сюда идут по велению сердца военнослужащие, ветераны. Поскольку храм Георгия Кобедоносца и именно служение Отечеству, именно упор и в проповедях, и в постоянной жизни от Александра – это именно на служение Отечеству. Вот именно это и дало основу вот этой активной жизни вокруг храма. И я скажу так сказать, храм стал социокультурным центром. Одним из социокультурных центров не только поселка Дунай, но и городского округа. Одним из самых важных событий, происшедших в этот весенний день, накануне празднования Великой Победы, стало принятие присяги школьниками, воспитанниками военно-патриотических клубов, местного движения «Юн-армия». В присутствии почетных гостей присягу приняли 60 ребят, которые дали торжественное обещание быть честными и достойными гражданами, защищать слабых, вести здоровый образ жизни и чтить память защитников Родины. Я ощущаю патриотизм, гордость за себя и за свою страну. Ты готов идти служить, защищать Родину? Так точно. Отличник? Коршествую. Представители ветеранских организаций и военного комиссариата вручили юным патриотам удостоверение юно-армейцев. Молодежь нужно приобщать к нашему великому прошлому, к нашим великим подвигам. Это благое дело. И я думаю, мы на правильном пути. Дай Бог им, молодым, успехов. А нам, дай Бог, здоровья. Мы поможем, если что. А в труды минуту и плечо поставим, и еще, может быть, себя покажем. По завершении церемонии принятия присяги все юно-армейцы были окреплены святой водой и приложились ко святому кресту. Продолжение следует...